Всем привет, друзья! С вами Брубон, и довольно-таки часто на стримах задается вопрос, стоит ли изучать английский язык? Стоит отметить сразу то, что здесь я прям вот что ни на есть диванный философ, который все больше всех знает, но на практике не знает ничего. В том плане, что я не знаю английский, я его подтянул за время обучения в УЗИ, за вот эти вот два года, стал лучше и быстрее читать, но максимум, что я могу, это просчитывать какие-нибудь детские сказки на английском. Дальше я не особо ушел. Но у меня есть некая позиция, которая не является сейчас самой популярной, и мне хотелось бы ею с вами поделиться. Поэтому давайте обсудим тему, стоит ли изучать английский, и если стоит, то кому именно. Сейчас есть такой некий стереотип, что вот если ты хочешь развиваться, то ты должен вставать рано, пить стакан воды с лимоном, потом заниматься кучей полезных продуктивных дел, и в том числе изучать английский. Но давайте посмотрим, почему многие стараются его изучать, но у них это не получается, почему в школе он изучается сначала 11 лет, потом еще и в УЗИ, и есть много людей, которые выходят после, знают его на довольно-таки фиговом уровне, и не способны поддержать диалог с носителем языка. И стоит отметить, что касается это не только английского, а большинство вещей, поэтому можете просто здесь вместо английского подставить, например, занятие спортом, или чем-то еще, и получите ту же самую картину. Если человек не видит реальной цены, зачем ему нужен английский язык прямо здесь и сейчас, то его он может изучать только по собственному желанию. А если еще и желания, особого нет, потому что это нагрузка, потому что мозгу некомфортно, потому что он выделяет энергию, и нужно запоминать слова, стараться читать, понимать суть. Ну то есть как бы это действительно сложная умственная работа, изучать новый язык. К тому же сейчас, когда все ускоряется, человек потребляет огромное количество простой информации. Вот, например, я создал TikTok, поэтому можете подписаться, я уже рассказывал про него на стриме, там я по большей части буду продвигать его для канала, но иногда загружать и отдельные ролики, поэтому подписывайтесь. И когда нам говорят из тех щелей, что английский изучать выгодно, полезно, ты просто обретешь кучу всего, просто попробуй, ты начинаешь и понимаешь, что... А зачем? Это, собственно, надо. И у меня позиция, что многим людям действительно не стоит изучать английский язык. Хотя здесь нужно быть осторожным. Давайте я объясню, что имею в виду. В первую очередь, если у вас есть вопрос, стоит ли мне изучать английский язык? Потому что задача, это не самая простая, и на нее ты потратишь довольно-таки много времени. И вполне логично задается вопрос, а есть ли смысл тратить столько времени на эту задачу? В первую очередь, нужно понять, что ты будешь делать с английским языком. И зачем конкретно он нужен тебе? И здесь нужны максимально конкретные цены, потому что сказать, что вдруг я поеду за границу. Окей, если эта поездка будет просто на отдых, где ты поедешь несколько недель, то рационально не учить английский язык, к тому же в эру гаджетов, когда просто на своем смартфоне можно написать какую-то информацию, и тебе его голосовой помощник озвучит. Поэтому если мы говорим про путешествия, то сейчас это стало уже намного менее эффективно. Также я часто слышу то, что огромное количество информации, которое нет на русском языке, публикуется на английском, и вот язык нужно учить, чтобы в ней разбираться. Да, согласен. Но суть в том, что базовая информация есть и на русском языке. Также есть огромное количество информации в разных отраслях, которые тебе интересны, если мы говорим про поверхностный уровень, также на русском языке. И чтобы переходить к поиску информации на английском, нужно сначала проштудировать весь базовый уровень, то есть большинство информации, та, которая есть на русском языке, а ее и так огромное количество. Поэтому здесь мы задаемся вопросом, а есть ли действительно необходимость в этом? Тут, наверное, да, есть категории, которым, безусловно, нужен английский. Например, если ты хочешь программировать, то Запад в этом плане намного быстрее развивается, и это конкретная цель. Но мне кажется, что здесь нужен и правильный подход. Не обязательно учить ту же самую грамматику, определять present simple, continuous, past simple и все остальное. Нет. Тут самый простой пример есть с ребенком. Ребенок на любом языке не знает ни одного правила, но как-то интуитивно понимает, как говорится слово, и употребляет его часто. Поэтому здесь еще появляется вопрос, настолько ли необходимо начинать изучение языка с грамматики, или, может быть, нужно просто стараться говорить какие-то самые базовые предложения и погружаться в среду. Точно то же самое, говоря про среду, очень сложно учить английский язык, если ты не находишься в нужной среде. Возьмем, например, меня. На повседневной жизни мне английский язык совершенно не требуется. Максимум, пока что, какие применения я бы ему смог найти, это читать англоязычные источники, хотя пока что я знаю огромное количество русскоязычных источников, и мне хотя бы с ними ознакомиться. Также кто-то говорит, что фильмы можно смотреть в оригинале. Да, можно, но опять же, есть и в этом большая необходимость, и настолько немного у тебя вызовет просмотр фильма, если ты посмотришь его в оригинале, а не в дубляже. Тут все индивидуально, но когда я смотрел вырезки сцен на английском, «Пираты в Карибском море», то, наверное, из-за того, что я уже привык к голосу Джека Воробья. Мне кажется, что он даже переведен намного лучше, чем звучит Джонни Деппа голос в оригинале. И тут, знаете, это вроде бы неплохо, но стоит ли тратить сотни часов на изучение языка, чтобы просто смотреть фильмы на английском, хотя сейчас ты можешь смотреть с профессиональным дубляшом на русском и получать не намного меньше удовольствия. И в этом и большая проблема, то, что многие люди не знают прям вот конкретной цели здесь, сейчас, а рассчитывают на потом, то, что, понятное дело, английский может быть важен, там, в интернете что-то узнать, когда конкретный будет запрос, или там, вдруг придется ехать за границу, вдруг там нужно будет что-то перевести, вдруг там для работы пригодится, и так далее, и тому подобное. Но из-за того, что вот прямо сейчас человек не видит конкретной цели, где он будет использовать язык, потому что, например, если бы я сейчас знал отлично английский, я честно не знаю, как его можно было бы употреблять, только как выпендриваться в роликах, что посмотрите, я выучил английский, не знаю. Но это не говорит о том, что знание английского бесполезно, я не хочу обесценить его, просто нужно понимать конкретно, на чего вам нужен язык. Если вы хотите заниматься программированием, или какой-то деятельностью, на которой необходим английский, вы понимаете, что вот сейчас я узнал новое слово, и это слово, оно встречается на английском языке, например, там в джаве, и я знаю, что оно мне пригодится. Я сейчас выучу, например, там 100, 200, 300 слов, и уже смогу читать какие-то текста, просто условно сейчас говорю. И то есть ты видишь конкретное развитие. А когда ты учишь всякие конструкции, особенно лингвистические, которые многим не нужны, и чтобы в этом убедиться, можете посмотреть англичан, например, есть канал, который смотрел серию Яралаша, и он вполне себе понимал даже ужасный русский акцент, я видосик оставлю в описании, можете глянуть. Поэтому не обязательно для начала говорить максимально правильно, разоблюдая все правила языка. Если ты хочешь, чтобы тебя понимали на английском, достаточно знать просто слова, и пытаться их как-либо формулировать. А уже после, да, оттачивать речь, понимать, как звучит красивее, как менее красивее и так далее. И еще одна интересная мысль, есть такое выражение, что спрос рождает предложение. Но иногда бывает такое, что спрос создается искусственно, где тебе продают товар, и тебя заставляют поверить в то, что тебе это нужно. Например, ты проходишь по магазину, и тебе говорят, что как ты живешь без этого пылесоса, да ты психопат какой-то ненормальный. Сейчас у всех новых людей этот пылесос. И человек, который сильно подвержен чужому мнению, может сказать, что как я жил всю свою жизнь без этого чуда нано-крутого пылесоса. То же самое с английским. Многие люди, которые его рекламируют, им выгодно это сделать. Не то, что это плохо, это хорошая реклама. Но вы должны понимать, что когда происходит реклама у любого блогера, он не будет рассказывать негативные стороны, и говорить то, что, ну, многим английский на самом деле не нужен. Вот если вы конкретно знаете, для чего он вам, то учите. Понятное дело, что ему будет лучше, если больше людей берут по его ссылочке, купят курсы, и если у него есть реферальная система, то он получит больше денег. И в этом нельзя винить блогера, просто нужно понимать, что он расскажет про позитивные стороны, которые, безусловно, работают. То же самое, когда люди говорят про работу мозга, что когда ты учишь новый язык, то у тебя активно работает мозг. Только здесь эти люди не говорят, что мозг можно развивать и другой информацией, которая тебе интересна. И если ты не хочешь учить английский язык, а хочешь развивать свой мозг, то есть и другие способы, читая другие книги, анализируя источники, используя свое мышление и так далее. И вот таким вот образом происходит некая подмена понятий, где говорят про хорошие качества, а то, что это многим может быть и не нужно, не говорят. Поэтому, друзья, если делать вывод, то, безусловно, знание английского сейчас становится все больше и больше востребованным, потому что, живя в России, можно работать на западной компании, для этого нужен язык, если ты занимаешься программированием, дизайном, или же какими-то навыками, которые ты можешь делать в интернете. И поэтому я не хочу сказать, что изучать английский язык это бессмысленно, скорее нужно понимать, как именно ты его будешь использовать. А из-за того, что многие люди не знают, как конкретно они его будут использовать, но из-за того, что это популярно, это сейчас модно, это надо, они начинают себя мучить, изучают его, из-за того, что на них нет внутреннего желания и понимания, на чего это. Как там была какая-то цитата, то, что человек может сделать все что угодно, а главное, чтобы он понимал зачем. И вот когда ты не понимаешь, зачем конкретно ты учишь английский, а просто какие-то общие формулировки, что ну как, ну сейчас все его учат, надо его знать, то ты получаешь больше страдания, из-за этого ты можешь впадать в депрессию, из-за этого могут быть богорания, что ты его учил-учил, и вроде бы ты его даже начинаешь понимать, а что с ним делать, ты не понимаешь, потому что огромное количество информации точно так же есть на русском. Поэтому здесь, как бы в большинстве вопросов, все индивидуально. Но самая важная идея этого ролика, перед тем, как задуматься о серьезности изучения английского языка, подумай, как ты его будешь применять. И на самом деле он тебе нужен, потому что если ты хочешь переехать за границу когда-нибудь, то уверен ли ты, что сейчас самое время для его изучения? Может быть тогда стоит в первую очередь обрести навык, которым ты будешь заниматься в той стране, и продумать, каким образом ты будешь зарабатывать себе на жизнь в этой стране, чем ты будешь заниматься, куда именно ты хочешь поехать, а то вдруг окажется, что ты потом выберешь место, где английский особо не востребованы, придется учить какой-нибудь дополнительный язык. А уже после, когда ты понял, что действительно язык нужен, то да, вперед, и это действительно полезно, важно и все в таком ключе. И также этот ролик на оправдание людей, которые вроде бы отовсюду слышат то, что английский важен, нужен и так далее, но вот они начинают себя самоугнетать из-за того, что уже вроде как все знают английский, а ты нет. Таких людей большинство. Например, когда я поступил только в ВУЗ, и я понимал, что мой английский намного слабее окружающих, я начал смотреть лекции на ютубе. И первое, что мне попалось, это была программа Paniglot, там, где давалась самая базовая информация про язык. И самое интересное, знаете что? Вот количество просмотров у первой серии, а вот у последней. То есть вы понимаете, сколько людей было заинтересовано в том, чтобы начать учить английский, и сколько из них дошло до конца. Получается, что большинству это не было особенно нужно, потому что если бы человек этого действительно хотел, это было прям важно и серьезно, он бы посмотрел все листы. И именно поэтому таких людей большинство. И идея в том, что не стоит тебя корить, зато если ты не хочешь учить английский, это нормально, просто нужно понимать, чего ты хочешь в жизни. И если твоя работа, хобби, увлечение, семья и так далее не будут связаны с английским или же другим любым языком, то можно подумать, а на самом деле есть в этом необходимость, и даже пока что можно позаниматься более чем-то полезным. Какие вот дела, друзья? И если говорить про полезное, ввести мой промокодик на Diamond, на любом сервере, друзья. Если вы введете мой промокод при регистрации, и пройдете начальный квест, промокодать, что Бурбон, то я переведу каждому полтора миллиона долларов. Поэтому, друзья, айпишка Diamond в описании, я играю лично на Триненте, но денежки перевожу на любом сервере. Вводите, проходите, пишите мне вконтакте, и я каждому переведу полтора миллиона баксов. Всем спасибо огромное за просмотр, если у вас есть вопросы, которые вы хотите задать, то я буду рад на них ответить. Пишите в комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok